В округе продолжается работа по санитарной очистке и благоустройству города. Сотрудники предприятия МАУГХ не только украшают улицы декоративными кустарниками, но и производят плановую обрезку деревьев. Подробнее об этом наш следующий сюжет от Анжелы Кабенко. На улице Комсомольской вовсю кипит работа. Сотрудники МАУГХ производят плановую обрезку деревьев. Зеленые насаждения, а именно Ильм, которые в этом районе специально никто не садил, он населся сам, уже давно разросся, и произвести санитарную обрезку этих деревьев просто необходимо, признается начальник внешнего благоустройства Галина Чарушникова. Саночистка здесь практически никогда не производилась. Это вообще, как считается, как придомовая, но сейчас это все легло на наши плечи. И чтобы его производить, саночистку, его, ну, видите, что он тонкий, а ветки, если его убирать полностью всю порость ветки, то он однозначно при сильных наших ветрах его поломает. Поэтому мы стараемся делать под ствол. Когда обрезается под ствол, он потом делает поросли, и можно делать шариком, и это вот такое растение Ильм. Конечно, зеленые насаждения являются важным элементом благоустройства и архитектурно-художественного оформления, а также серьезным фактором улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения. Однако не всегда. Увы, деревья, как и все живые организмы, рано или поздно болеют, стареют и умирают. Поэтому такие деревья в городе представляют серьезную опасность как для людей, так и для зданий и сооружений, а также для припаркованных автомобилей. Такое дерево может упасть при усилении ветра или просто под собственной тяжестью. Чтобы ничего подобного не случилось, за их состоянием необходимо внимательно следить и вовремя производить санитарную обрезку. А если нужно, то и полностью их выкорчевывать. Когда мы подъезжаем к каждому дому, там, если что, вот идет, например, жалоба тем людям, которые живут в первый и второй этаж, им затенение идет. Которые идут в пятый и четвертый, им, конечно, радостно, но им и тени иногда бывают, но главное, чтобы пыли нет в доме. И вот начинаем, как мы-то начинаем пилить, так и начинается с балкона крики. Вы, 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 изверги, вы что делаете? И вот у нас постоянно одним надо выпиливать, другим надо садить. А как высаживать? Вы сами знаете, выпилить в один день можно прекрасно. Раз, два, выпиливать, а посадить, конечно, очень тяжело, пока это растение вырастет. Поэтому, конечно, и люди возмущаются, что выпиливаете, вы выпиливаете, а садите практически плохо. Ну а что делать? Садим, мы садим, а люди некоторые ломают и выкорчевывают, и воруют. Обрезку небольших деревьев специалисты МАОГХ осуществляют без применения специальной техники. Но это более характерно для декоративной, а не санитарной обрезки. Санитарные работы чаще производятся вот на таких больших деревьях. И в этом случае наилучшим вариантом является использование автовышки. Обычно в люльке автовышки работают два человека. Один бензопилой спиливает ветви, а другой сбрасывает их на безопасную площадку. Причина, почему мы так поздно и очень плохо работаем по очистке города по деревьям, у нас зависит, что в нашей организации нет вышки. Вышку нам дают. В общем, получается, вышка в Техасе – это БИК, и в МОИПКХ, в МОИПКХ, там нет самого кранового. И когда БИК, а у них же тоже свои работы, как у них есть возможность, они нам дают. Вот, получается, мы брали их вот 4-5 раз. Поэтому даже я до распуска листочков я однозначно не обработаю город. Поэтому мы разложим этот план на 3-4 раза. Значит, будем уже в ноябре, декабре и так далее. Работы по благоустройству территории, как говорит Галина Чарушникова, еще много. Ведь им предстоит по плану произвести не только санитарную обрезку деревьев по городу, но и полностью удалить аварийные зеленые насаждения. А таких насчитывается порядка 200 деревьев. Кроме этого, в планах по благоустройству еще и посадка цветов, которые, надеется Галина Григорьевна, им удастся в этом году высадить вовремя.